И в завершении выпуска. Полоса препятствий ориентирования на местности и метания гранат. В Томилине состоялась традиционная военно-патриотическая игра «Зарница». 13 командов со всего городского округа пришлось пройти 13 различных испытаний, в которых ребята охотно проявили свои способности. Подробности у Антроян. Пытаюсь вы этого. Это не кадры остросюжетного боевика. Это свежее испытание «Лазертаг» — патриотической игры «Зарница». Нововведение пришлось по вкусу люберецким школьникам. В парке Лапса они устроили настоящее сражение. Одна команда террористы, а вторые — контртеррористы. Террористы ставят бомбу, а контртеррористы должны ее обезвредить. И нужно бежать так, чтобы тебя не попали, нужно заметить, где-то ваши противники. Не менее захватывающими для участников оказались и другие испытания. В лесопарковой зоне им пришлось преодолеть переправу через горный ручей, перебраться по веревкам с одного воображаемого берега на другой, пробраться по паутине для разведчиков, пролезть, не задев колокольчики. А еще юным патриотам предстояло на скорость надеть химзащиту и в необычной форме преодолеть на первый взгляд стандартное задание. Полоса препятствий здесь — это не только сложное, но и всеми любимое испытание. Только представьте, практически все этапы расположены на большом надувном батуте. Для взрослых ребят это настоящее удовольствие. И действительно, Зорница-то и славится своими интересными заданиями. Кроме обычной сборки и разборки оружия, к примеру, ребятам предстояло проявить меткость в метании гранаты и даже средневекового копья. Пострелять, как Робин Гуд, из деревянного лука. Мы не придумали, мы подняли тот плац, который был в Советском Союзе. На каждом этапе они зарабатывают очки, выстраиваются с первой по тринадцатую команды места. И потом уже идет суммирование результатов по всем этапам. В состязании участвовали 13 команд, сформированных из воспитанников военно-патриотических клубов и юно-армейских отрядов округа. По методу карусели старшеклассники поочередно прошли 13 испытаний. В этом году обладателями главного приза игры уже в третий раз стали воспитанники 56-й Красковской гимназии. Они и за пределами Люберит становились победителями и призерами. Капитаны команды, брат и сестра Евгения и Валерия уверены, все это благодаря сплочению и регулярным тренировкам. Спорт – это жизнь. Заниматься надо всем. Тренируем, естественно, автомат, стрельбу, всякое такое. Но я сейчас, конечно, меньше, потому что 11 класс, но сестра тренирует. Я тренирую, отрабатываю в строевую. Сложно, сама учусь только. Но стимул есть, брат. За 16 лет проведения соревнования «Зарница» смогли охватить уже весь городской округ Люберцы. Военно-спортивная игра ежегодно посвящается подвигам героев Великой Отечественной войны в целях подготовки молодежи и поддержания традиций. Уделяем большое внимание военно-патриотическому воспитанию наших подростков, нашей молодежи. А ребятам им надо общаться, им надо соревноваться. Тем более у нас активно в городском округе развивается движение юной армии. В завершении соревнований ребят ожидало зрелищное шоу. Для юных патриотов десантники устроили показательное выступление. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры сделал DimaTorzok